В 2001 году наш земляк, капитан Александр Майоров, героически погиб при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Военнослужащий долгое время занимался рукопашным боем и стал кандидатом в мастера спорта. В память о герое в нашем городе в 17-й раз провели чемпионат органов безопасности Приволжского федерального округа по рукопашному бою. Семья Александра Майора вообще героическая. Он кавалер Ордена Мужества. Старший брат Андрей, тоже кавалер Ордена Мужества. И сегодня на открытии соревнований выступал боюрный брат Александра Майора Милёшкин Николай. Он тоже кавалер Ордена Мужества. И каждая семья может похвалиться вот такими героями. Из-за пандемии два года соревнования проходили в закрытом формате. В этом году в юниоре в мастерстве состязались 10 команд из разных городов. Всего было более 60 участников. В боях участвовали 14 мастеров спорта и 17 кандидатов в мастера спорта. География турнира расширяется и с каждым годом к нему присоединяются новые люди. В этом году на соревнования впервые приехали спортсмены из Лукоянова. Приехал на этот турнир первый раз, попробовал свои силы. Организация турнира достаточно серьезная. Все бойцы хорошо подготовлены. Сразу видно. Пытаем удачу, посмотрим, что из этого получится. Настоящие мужские поединки – жесткие, бескомпромиссные борцовские приемы, удары руками и ногами. На татаме встречались по две пары соперников. Судьи пристально наблюдали за каждым движением участников. Удары, броски и стойки задержания оценивались определенным количеством баллов. Победители выявляли в каждой весовой категории. Мы помним, чтим героев, в том числе героев, которые родились, росли, воспитывались в наших спортивных школах, в нашем городе. Это хорошая патриотическая история и для подрастающего поколения, и для граждан в целом. Саровский спортсмен Федерации рукопашного боя Евгений Тучин стал серебряным призером турнира.